Второй раз записываю это видео, обзор на эту игру Observer. Я уже начал делать, в общем, обзор на игру Observer. Прежде чем начать обзор этой игры, я уже начал делать, просто я перед этим поиграл неполных 40 минут, и мне игра понравилась. Просто в интернете я искрал за 2017 год, хотя он еще не закончился, игра, которая будет не похожа ни на одну другую игру. И Observer это та игра, которая правда будет, по моему мнению, не похожа ни на одну игру в этом году. О чем игра Observer? Observer это киберпанк, хоррор от создателя Liars of Earth, событие, которое разворачивается в отдаленном будущем, а именно в 2084 году. Не знаю, кто из вас доживет, или я, может я не доживу до этого времени. Игроки берут на себя управление Дэниэлем Лазарским, частным детективом из отдела корпоративной полиции, известной как Observer. Использующий на взломе и проникновении в сознание подозреваемых. Игра начинается с того, что Дэниэль получает сообщение от своего сына, после чего жизнь детектива срывается вперед, чтобы докопаться до страшной правды. Читая дальше. Вам предстоит расследовать дело о кибернетическом маньяке, который взламывал чипы людей и сводит их с ума. В ходе расследования детектив становится жертвой преступника. Геймплей представляет собой смешер мемберник. Кстати, в эту игру я играл. Может сделать даже обзор на эту игру. И ранее упоминается Liar of Earth. В эту игру я не играл. Основной механикой игры является восстановление данных испанчежа. Таким образом, вам предстоит выстроить последовательность происходящего, поймать преступниками и спасти свой разум. Короче, нужно будет спасти свой разум. Да, я начинал в эту игру играть. То есть, все начинается с того, что главный герой, детектив этот, из фильма «Бегущий Ледли», ну, может, кто-то из вас смотрел. А если не вы смотрели, посмотрите, там один из главных героев, именно, ну, образ в этой игре, ну, то есть, постер. Не буду говорить имя, фамилия, потому что я здесь это не выговорил с первого раза. Ну, в общем, все начинается с того, что главный герой сидит в машине, все нормально, он там общается, делает свою работу. И пропадает свет, и появляется голос сына. После этого игра начинает потихоньку развиваться. В общем, главный герой уже оказывается в помещении, то есть, в каком-то здании, скорее всего, где он постоянно живет, либо он приходит к своему другу. Но фишка в том, что я, когда начал играть, то рэп-ака не было на русском языке, то есть, игра была полностью на английском языке. Вот. Короче, вы идете по этому коридору, по этому зданию, там все так интересно нарисовано, мне, в общем, понравилось. Фишка в том, что там постоянно какие-то мониторы, там постоянно компьютеры, дальше там провода, розетки, все, что связано, в общем, с электроникой. Обсервер, вообще, я считаю, по моему мнению, игра на любителя, как и... Вообще, киберпанк, я считал, эта игра всегда была на любителя, то есть, она либо вам понравится, либо вам игра покажется скучной. Вообще, у этой игры есть своя просто атмосфера киберпанка. Зачитаю вам немного рецензию на обсервер. Да, просто зашел на сайт kanobu.ru, давайте зачитаем. Киберпанк-хоррор, задающий вопрос, на который он нам скоро придется ответить. Хорошее, внежанровое произведение, всегда задает болезненный вопрос, это долг искусства. Отличное произведение и еще дает ответы, но не гарантирует их истинность. Обсервер давать ответы бойцы, но это все равно большой шаг вперед для студии Blober, Tim, после Lions of Fair. Талантливого, но пустого хоррора. И громкий ответ Deus Ex, который проблемы будущего смотрит свысока, подстраненного, в отличие от Observer, который погружается в самые мерзкие недры. Недра. И тут такая музыка, давайте послушать. Вот еще немного зачитаем. Когда кто-то случилась большая война против чудовищного восточного орда, и к власти разоренной Польши пришла корпорация Chiron, произведевшая кибернические импланты. Теперь Chiron полностью заместил собой государственные институты, заменив их корпоративным до ужаса неэффективной и пропитанной бестолковой бюрократией. Это уровень мира Observer, переслойный крайне схематично. Все это штампы, которые он даже не придумывал нормального бэйкранда. Но есть еще и нижний мир, сто цены нашего низшего класса C. И вот его Observer демонстрирует с максимальным вниманием к деталям. Если вас заинтересовала игра Observer, обязательно сыграйте, напишите свой комментарий под этим видео. Вы смотрели обзор игры Observer, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok